Ой, гость, дружки, дорогие, ой, гость, дружки, дорогие, мы... Выступление наших земляков, артистов хора казачьей песни «Кладезь» проходило в Центральном Дворце Культуры, но услышать песни в их исполнении могли и те, кто находился далеко от Щелкова. Благодаря интернету красивые распевы одновременно звучали в детских домах, интернатах, социальных учреждениях для престарелых, расположенных не только в Московской области, но и в других регионах. Оказывается, такие выступления стали уже достаточно популярными. Активисты Щелковского отделения Общероссийского народного фронта начали проводить их в прошлом году, когда из-за пандемии был объявлен режим самоизоляции. Этот коллектив уже ровно год при поддержке Общероссийского народного фронта, Министерство социального развития Московской области, благотворительного фонда «Рождественская звезда» и администрация городского округа Щелково проводят вот такие посиделки онлайн по всей России. Сегодняшние зрители могли получить удовольствие не только от красивых русских песен, но и от зажигательных танцев участников хорового коллектива. Алексей Фураев отметил, что такие выступления хора «Кладезь» будут продолжены. И если сегодня концерт услышали в социальных учреждениях многих городов России, то в дальнейшем география онлайн-выступления расширится. Это все проходит онлайн. У нас подключены практически все интернаты, дома социальные по Московской области и также почти 10 по России. Это и Алтай, и Саранская область, и Саратов. Очень разные. Алексей Фураев рассказал, что на этот раз концерт хора «Казачьи песни «Кладезь» проходил в рамках работы тематической площадки «Демография Общероссийского народного фронта» и специального регионального проекта «Бабушка онлайн». Андрей Циханович, Валерий Жеглей, Щелковское телевидение. Продолжение следует...